Работы по благоустройству дворовой территории у дома номер один по Жуковскому проезду начались в июле и завершились в сентябре. За это время были установлены новые бордюры, нанесена разметка за асфальтированной дорогой и тротуар вдоль дома. Сейчас рабочие приступили к ремонту крыши. Действительно было очень много вопросов у жителей. Действительно крыша тепла. Какими-то латками ее временными заделывали. Сейчас совет депутата выделил деньги из муниципального бюджета. И с прошлой недели уже строительная бригада зашла на крышу. Полностью весь капитальный ремонт крыши сделают. И плюс утепление торцевых сторон дома. Как рассказала жительница дома номер один Ольга Сорокина, окна в подъездах не менялись никогда. И только после обращения на добродел их наконец-то хотя бы помыли. Окна, к сожалению, сейчас уже нельзя открывать. Потому что деревянные окна, которым 40 лет, они просто рассыпаются. Поэтому там, где они открыты, их нельзя закрыть. А там, где они закрыты, их нельзя уже открыть. Но помыли справедливости ради неплохо. Нормально, чисто, очень аккуратно. Ну а собственно, они требуют замены. Необходимо заменить их. На встрече с депутатом Московской областной думы Юрием Липатовым жители поделились, что все проблемные вопросы они решают только с помощью заявок на портале Добродел и своего депутата Олега Федорова. Во всех городах Московской области сейчас по системе жилищно-коммунального хозяйства, через управляющие компании, все-таки много домов привели в хорошее состояние. Когда начинаешь разговаривать с людьми, где уже эти работы проделаны, то люди говорят, безусловно, совсем другая картина зимой. Еще одна проблема – отсутствие холодной воды ночью и ранним утром. Я звоню в водоканал, прошу, чтобы нам включили воду, потому что они забыли и так далее. Каждую ночь здесь, из-за того, что город растет очень быстро, близко к Москве, очень довольно-таки удобно. Водоснабжающая сеть, да, она не успевает. И наш дом, везде уже поставили насосы повысительного давления, но наш дом не поставлен. Из-за этого, когда они набирают в резервуар воду… То есть, на графике? То есть, ваш дом обеспечивается водой по графике? Ну, не по графику, просто с часу ночи до пяти утра падает давление, и у нас уже на уровне второго этажа нет воды в квартирах. Буквально в понедельник была встреча с главой городского округа, и он дал поручение руководителю управляющей компании, в течение недели данный насос будет на этом доме стоять. Ремонт кровли планируют закончить на следующей неделе. Как только заканчивается крыша, сразу бригада переходит на ремонт подъездов. Будут, насколько я понимаю, заменены все окна подъездные, соответственно, двери, произведен ремонт в подъездах. Дому около 40 лет, и капитальный ремонт здесь никогда не проводился. По графику он стоит аж в 2033 году. Но, как заверил депутат Совета депутатов Олег Федоров, сейчас ведутся переговоры, чтобы дату капремонта приблизить и перенести на 2023 год.